Здравствуйте, господин президент, я из Института энергетики. У нас есть разработки совместных двигателей, и я в Москву ездил по тематике авиадвигателей на исследования. Какие могут быть меры со стороны двух правительств для поддержки исследований в таких технологических сферах и для обучения языку страны-партнёра? Спасибо. У вас очень интересная, очень востребованная специальность. Это как раз то, чем Россия гордилась и чем мы гордимся сейчас. Двигатели строения в целом в России были развиты, а сейчас развиваются. Некоторые вещи мы утратили после развала Советского Союза, потому что у нас некоторые двигатели производились в других частях Советского Союза, не в России, ну, морские двигатели в частности. Но мы очень быстро все компетенции восстановили. Всё, что нужно, как специалисты говорят, оморячили, то есть вот создали двигатели морского назначения. У нас хорошо развиваются авиационные двигатели строения. И буквально несколько лет назад мы создали такой двигатель, который авиационный, который раньше не производили на протяжении предыдущих, по-моему, 20 лет, а может, 25. И сейчас делаем ещё более мощный двигатель для широкофизиуляжных самолётов. Всё получается. Я в контакте со специалистами, которые этим занимаются. И здесь, безусловно, нам есть чем гордиться. И это то, что может быть предметом нашего сотрудничества с нашими китайскими друзьями. Потому что если мы всё-таки будем, в конце концов, делать, а мне бы очень хотелось, чтобы мы делали совместно широкофизиуляжный дальнемагистральный самолёт, вот как раз этот двигатель там бы пригодился. Ну, так в целом он и для нас будет вострён. Почему я об этом говорю? Потому что рынок нужен. Вот наши друзья это прекрасно понимают. Мы готовы предоставить технологические решения. Нужен рынок. Китайский рынок огромный. Если мы будем штучно производить, это будет нерентабельно. А разработки хорошие. Ну, правда, мы можем использовать этот двигатель не только для гражданской авиации, не только для Ил-96, на котором я летаю сейчас, но можем и для военной авиации использовать этот двигатель, для транспортной авиации. Здесь много вариантов. Есть над чем работать. И есть хорошие перспективы сотрудничества. То, что вы в Москву съездили, это хорошо, но я думаю, что нужно чаще бывать в Москве, а вашим коллегам почаще приезжать в соответствующие научно-исследовательские центры в Китае. И успех будет обеспечен. Вам хочу пожелать этого успеха. И думаю, что нам пора заканчивать.